Друзья, здравствуйте, рада приветствовать вас на нашем канале, меня зовут Алена, сегодня у нас в гостях Владимир, это директор компании Словакия Гарант, сегодня мы поговорим о виде нажительства в Словакии, о том, как можно получить его дистанционно, находясь в своей стране, а также о преимуществах данного вида нажительства. Так, здравствуйте, Владимир, представьтесь, пожалуйста, еще раз. Здравствуйте, Алена, здравствуйте поклонники канала Алены, поклонники канала Словакия for Life, это видео будет выложено как на канале Алены, так и на нашем, и данная тема сегодняшняя очень интересная, предложила ее Алена и актуальна для многих людей именно в это время, которое мы сейчас имеем на планете в связи с коронавирусом. И, конечно же, это, когда все, скажем, в изоляции в своих странах, многие люди все равно, есть у них потребность иммиграции и как же в этом вопросе сейчас быть с документами, как оформить и как это все происходит, как раз сегодня, сейчас мы это все обсудим. Больше всего меня интересует, почему она меня интересует, потому что клиенты интересуются и спрашивают, да, относительно дистанционного порядка оформления ВНЖ, то есть вот по порядку, что вообще нужно, клиент обратился, вот он хочет получить вид на жительство, да, на данный период, мы не знаем, когда будут открыты границы, да, клиент хочет уже сейчас начать процесс, да, то есть что ему для этого нужно сделать. Какая процедура? Да, давайте рассмотрим пример. Допустим, человек находится в России и у него есть желание уже сейчас начать процесс оформления вида на жительство в Словакии. В данном случае этот процесс можно начать и наша компания предоставляет такой вид услуги, как дистанционное оформление, при котором, в принципе, человеку не нужно будет приезжать в Словакию для сбора документов, все это мы можем сделать удаленно. Этот процесс чуть-чуть растягивается по времени, потому что нужно будет подписать ряд доверенностей, сейчас мы об этом поговорим, но, в принципе, всю подготовительную работу, даже ту, где нужно личное присутствие самого клиента в некоторых учреждениях здесь в Словакии, то есть мы тоже можем это все сделать и податься на вид на жительство непосредственно человек может уже в консульстве Словакии в своей стране. Теперь, как бы, следующий вопрос. Работают ли сейчас консульства? К сожалению, нет. Это вопрос сейчас дисциплины и все консульства сейчас в таком режиме ожидания. Какой-то конкретной информации, к сожалению, тоже нету, когда начнут работать консульства, но как только они начнут работать, даже если границы будут закрыты, то сразу же становится вопрос по оформлению документов на ВНЖ актуальным можно подавать документы. Но, смотрите, тут момент какой, что до того, как собрать весь пакет документов и можно, чтобы можно было идти в консульство уже на подачу, пройдет минимум, ну, месяца полтора. То есть это там, сейчас мы пройдемся по списку документов и все, что нужно будет делать. Через полтора месяца консульства точно заработают. Поэтому вопрос, начинать ли сейчас сбор документов, начинать ли сейчас весь процесс или подождать там чуть позже, то ответ однозначно да, нужно это начинать сейчас, потому что, когда уже все откроется, пойдет очень большое количество людей там за справками о несудимости, в очереди в консульство и так далее. То есть лучше сейчас все подготовить и примерно там через полтора месяца, как только откроются все посольства, консульства, сразу же подавать. Уже у человека все собрано, он подает документы. Даже если какие-то немного документы устареют, то их можно достаточно быстро обновить и подать уже там чуть позже, когда откроются посольства. Меня интересует клиент, то есть для того, чтобы составить доверенность, он должен идти к обычному нотариусу у себя в стране или он должен идти именно при посольстве, то есть именно в посольстве и там составлять. То есть вы должны переслать ваши какие-то данные, правильно я так понимаю, клиенту вашей компании, клиент идет с этими данными оформлять доверенность. На каком языке должна быть доверенность? Да, давайте вернемся к нашему примеру. Мы говорили, что рассматриваем вариант клиент, допустим, с России. В таком случае мы начинаем всегда работать с заполнения анкеты. У нас есть специальная анкета, которую высылаем клиентам в электронном виде. Он ее заполняет. Также готовим договор, высылаем на ознакомление и на подписание клиенту. Сделали эти две вещи. Также человек отправляет нам скан копии своих документов внутренний паспорт, загран паспорт. Дальше, если это семья, соответственно, там на жену, детей, свидетельство о браке, о рождении, все это с апостилями. То есть, допустим, все это готово. Окей, нам выслали все это на почту в электронном виде. Мы подготовили договор, заполнили анкету. Дальше, опять же, рассматриваем в случае работы с нашей компанией. Мы не берем никаких предоплат сейчас. Раньше брали 10%. Сейчас мы разделили оплату на два этапа 50 и 50. Но на первом этапе не берем за свои услуги, а на первом этапе человек оплачивает только регистрацию частного предпринимателя и юридический адрес. в случае, если гарант идет по схеме открытия здесь частного предпринимательства или компании, допустим, в Словакии. Человек оплачивает эти пункты и мы где-то за неделю, тирая две недели. Регистрируем ему удаленно здесь уже в Словакии. Регистрируем этого человека как частного предпринимателя. Также каждый предприниматель или юрлицо должно иметь юридический адрес. Соответственно, мы предоставляем тоже этот адрес, сразу его тоже регистрируем. Это адрес прямо в сердце Братиславы, в старом городе, то есть, ну, скажем так, короннее место разве что на Луне. Вот. Поэтому все это мы подготовили. Также в данном случае, как мы говорим, удаленно мы отправим клиенту ряд доверенностей, подготовим их, выпишем, все заполним. Они будут на словацком языке. Эти доверенности нужно обязательно подписать и заверить непосредственно в консульстве Словакии в своей стране. В России консульство есть в Москве и в Питере, где ближе туда человек, соответственно, предварительно записывается и на установленное время подъезжает заверить эти доверенности. доверенности будут на то, чтобы мы представляли интересы человека перед органами, например, налоговой, других разнообразных органов и важен момент представления интересов перед полицией по делам иностранцев. Клиент подписывает все эти… Да, еще одна доверенность очень важная – это на открытие счетов в банке. Со счетами могут быть два момента. Можно по условиям, скажем, вернемся чуть-чуть раньше, то есть для того, чтобы получить вид на жительство в Словакии, нужно в случае частного предпринимателя открыть два счета – личный счет и счет самого предпринимателя. В принципе, по закону можно счета открыть как в своей стране, но они должны быть не новыми, а минимум, чтобы им было три месяца, потому что нужно не только выписка об остатке денег, но и о движении денег за последние три месяца. В случае, если эти счета в вашей стране. Если счета открыты здесь, в Словакии, то достаточно только справки о наличии средств. Поэтому есть два варианта. Или человек, открывая дома, имеет эти счета, вложит там соответствующие суммы в эквиваленте на одного взрослого на личном счете 2600 евро, на одного ребенка 1300 евро и на счету частного предпринимателя должно быть минимум 5000 евро. можно это в национальной валюте, но в эквиваленте. Или, например, клиент может подписать, как мы уже сказали, доверенность в посольстве и мы по этой доверенности можем открыть ему счета здесь непосредственно в Словакии. Это будет лучший вариант, честно скажу, потому что, скажем, таким, имея здесь уже счета, вы показываете свое намерение действительно приехать сюда, вести здесь свою и бизнес деятельность, и свой быт. Поэтому, как бы, показать в полиции, что вот у меня уже есть счета в Словакии, это намного, как бы, лучше, чем, там, со своей родной страны. Возвращаемся к нашей процедуре. Клиент подписал эти доверенности и отправил их нам, оригиналы почтой, потому что здесь они нам нужны в оригинале. С этими доверенностями мы, соответственно, собираем полный пакет документов для гаранта, для жены, для детей, если вся семья готовится сразу на получение вида нажительства. И, когда все собрано, отправляем этот пакет клиенту, оригинал, также почтой. Имея этот оригинал документов, то есть там будут свидетельства частного предпринимателя, переводы всех документов на словацкий язык. Это очень важно. Переводить, опять же, можно только в Словакии у судебных нотариусов, то есть все это мы сделаем. Соответственно, если мы открывали счета здесь, в Словакии, то это будут выписки с банковских счетов и ряд других документов, подписанные клиентом, собранные здесь. Это и место, скажем, справка, подтверждающая место жительства здесь в Словакии, потом тот же юридический адрес и так далее. То есть это формируется весь пакет документов, наши сотрудники, наши юристы все это подготовим. Мы даем стопроцентную гарантию, что каждый документ будет сделан и собран в максимально лучшем виде, потому что у нас уже огромнейший опыт в плане того, что даже как, где лучше запятую поставить или точку, или тире. То есть это все уже откатано очень хорошо. Отправили клиенту весь пакет документов и он на назначенную заранее дату идет в консульство с этим пакетом документов и проходит там небольшое собеседование. В посольстве могут спрашивать, соответственно, для чего вам вид на жительство, какие у вас цели, что вы будете делать. Это вполне нормальные вопросы, то есть чтобы понимать, скажем, цели человека, для чего он хочет вид на жительство в Словацкой Республике. Когда он подал заявку клиент, консульство отправляет этот пакет документов, отправляет опять же в Словакию. Это занимает примерно две недели. С момента, когда словацкая полиция по делам иностранцев получила этот пакет документов с визой консула, по закону в полиции есть 90 дней на то, чтобы рассмотреть это заявление. В течение этого срока, соответственно, будет выдано решение. Об этом посольство уведомит самого клиента и он будет понимать, что ему уделен так называемый побыт. И с этого момента, то есть он в обычной ситуации, он мог бы получить визу Д и приехать сюда, мы бы его сопроводили в полицию и получили бы карточку, но в данной ситуации человек во время закрытых границ не может приехать. Поэтому в данном случае нужно будет, опять же, нам поможет та доверенность, которую человек заранее подписал, о которой мы говорили, и мы непосредственно можем пойти в полицию и получить эти карточки. Или рассмотрим другой вариант, что можно будет получить подтверждение об уделении побыта и на основании этого человек тоже может уже заехать в Словакию и получить свою карту. По оплатам, если интересно людям этот вопрос, я уже упомянул, что он делится на два этапа. В случае работы с нашей компанией 50% клиента плачивает на моменте, когда собран весь пакет документов и мы отправляем его клиенту. И остальные 50% уже в самом конце, когда мы клиента сопровождаем на медосмотр. То есть это когда он уже получил карточку, он уже здесь, он уже счастлив, он уже наслаждается Словакией и как бы мы в конце заканчиваем определенные процедуры, как медосмотр так называемый, страховка, регистрация в торговом живностенском регистре, оформление государственной страховки и так далее. То есть если в комплексе, то есть клиент нам платит за наши услуги, мы однозначно не можем гарантировать выдачу вида на жительство клиенту, потому что не мы это решаем, мы не госорган, мы как бы не можем под этим подписаться. Но по чем мы можем подписаться, так то, что мы гарантированно соберем лучший, скажем, пакет документов в лучшем виде, нигде ничего не будет пропущено, все будет правильно заполнено. Вот. И мы точно гарантируем, что мы проконтролируем каждый этап. Дистанционное вот это оформление, оно возможно только на данном периоде, пока закрыты границы или вообще в любой период можно это сделать? Это можно сделать в любой период, но сейчас это актуальнее всего. А правильно ли я понимаю, что в этом случае виза D не потребуется? Да, все верно, виза D в этом случае не потребуется, так как виза D нужна как раз для этапа сбора документов, да. Когда клиенту, например, с визовых стран нужно будет приехать и мы бы сопроводили клиента в банк, да, к нотариусам и так. То есть этот момент мы пропускаем, для этого не нужно приезжать к клиенту. Хорошо. И такой вот важный вопрос, да, для чего вообще клиентам нужен этот вид на жительство? Для кого он подойдет? Какие сейчас получают преимущества? Это такой вопрос, наверное, не одного видео, но постараемся вкратце, да, обсудить это. Для чего вообще переезд человеку в другую страну? Наверное, он что-то ищет или убегает от чего-то, или хочет покорить новые вершины. У каждого, наверное, ответ на это свой. Или кто-то добился определенных успехов дома, ему мало места, и он, как бы, хочет покорить дальше мир. Опять же, у каждого своя причина. Поэтому, наверное, нужно сесть, подумать, помедитировать, и решить для себя, какие цели я преследую в первую очередь. И, соответственно, из этого уже потом нужно исходить, и какой вид на жительство выбирать и так далее. В беседе мы всегда выясняем потребности клиента, чтобы правильно его сориентировать, какой вид на жительство ему нужен. Скажу честно, да, там, самый выгодный нам вариант, это когда клиент оформляет компанию. Потому что это, с одной стороны, и самый сложный вид ВНЖ, но для нас, скажем, финансово самый выгодный. Но не всегда бывает так, что для клиента нужен он. Если, например, у клиента есть планы здесь, вот у него есть стопроцентный какой-то бизнес-план, он хочет масштабировать свой бизнес, перенести его в Европу или, например, запустить новый бизнес здесь. У него для этого есть финансы, возможности, план. Поэтому, в таком случае, однозначно, да, ему нужна компания, ему нужно оформление вида на жительство как директора этой компании, и здесь вопросов никаких нет. Но, если у человека есть в планах заниматься предпринимательской деятельностью, но в каких-то маленьких пока масштабах, ну, например, там одна, потом две-три там точки с мороженым, или там чай продавать, или услуги какие-то предоставлять, например, там маленькое швейное какое-то ателье и так далее. То есть для этого достаточно частного предпринимателя, потому что в итоге потом человеку нужно будет меньше затрат нести на содержание этого. Поэтому мы это все выясняем. есть несколько видов на жительство. По предпринимательству, по воссоединению, это для мужа или жены пары, по воссоединению для детей, есть по работе, есть по учебе. Опять же, выясняем для чего нужно и идем по этой схеме. Скажите, вот я правильно понимаю, что если мы открываем индивидуального предпринимателя, то есть в принципе любой человек может это сделать, да? Потому что я знаю то, что далеко не во всех странах Евросоюза абсолютно любой человек, да, там гражданин бывшего СНГ может идти и открыть индивидуального предпринимателя. И то есть если в Словакии есть такая возможность, это уже является плюсом. То есть и в последующем этот предприниматель может работать как на территории Словакии, да, так и на территории других стран в ЕС. Потому что многие клиенты, например, хотят работать в Германии или в Швеции. Но в Швеции для граждан СНГ один порядок оформления рабочих виз. А для тех граждан, у кого есть вид на жительство, там временный или постоянный в Европе, совершенно другой уже список и документов, и правил приема на работу. Соответственно, если у человека есть в ВНЖ, ему намного проще уже будет трудоустраиваться в другие страны. Я правильно поднимаю этот момент или здесь? Здесь нужно разделять. Не совсем все так однозначно. Давайте, ну, вернемся к началу. И вид на жительство в Словакии, наверное, в первую очередь нужен тем, кто собирается непосредственно жить в Словакии. Но это не значит, что нельзя вообще там выезжать. И сейчас мы это подробно разберем. Но важно понимать, что если ты планируешь действительно жить в Словакии, то тогда в таком случае тебе нужен вид на жительство. Потому что даже по закону было изменение в 2018 году, в мае месяце, которое говорит о том, введены новые условия. И для того, чтобы продлить вид на жительство, нужно, скажем, два условия выполнить. Первое – это нахождение на территории Словакии минимум половина срока этого ВНЖ. То есть, грубо говоря, если на год дали вид на жительство, то нужно минимум шесть месяцев находиться физически на территории Словакии. Ну и, соответственно, там есть условия по оборотам денег, по минимальным уплаченным налогам и так далее. На сегодняшний день, однозначно, Словакия – это страна, в которой самые лояльные условия для получения вида на жительство. Как для частного предпринимателя, так и по воссоединению. То есть, отвечаю на ваш вопрос, да, каждый человек может зарегистрироваться здесь частным предпринимателем или открыть свою компанию и получить на основании этого вид на жительство. Более того, по словацкому закону этот человек может сразу присоединять свою жену и детей. То есть, в других странах есть с этим большие проблемы. Это можно или через год, с определенными условиями и так далее. Дальше. Получив вид на жительство, через определенный срок, например, там полтора года, два-три, в зависимости, как полиция выдает вид на жительство, нужно идти на продление. И вот здесь очень важный момент. Очень мало людей интересуются, какие условия на продление. Потому что получить вид на жительство, это процентов, наверное, 20 только от успеха, скажем так. Важно понимать, что дальше, что за этим стоит. В Словакии, я уже сказал, что есть два условия. Первое – пребывание. Второе – обороты и уплаченные налоги. То есть, если более конкретно, то для частного предпринимателя нужно заплатить на сегодняшний день минимум 350 евро налогов за год. За целый год. То есть, в других странах эти суммы тысячами исчисляются. В Словакии это всего 350 евро. Если это компания, то компания должна минимум 3,5 тысячи заплатить налогов. Ну и соответственно, в принципе, это такие самые базовые условия. Вернемся теперь к вопросу, можно ли работать в других странах. И, возможно, человек может рассматривать как Словакию. Потому что здесь легко получить вид на жительство и невысокие условия для продления. Но я приеду, а буду работать, например, в Чехии или в той же соседней Австрии или в Германии. И получать там в три раза больше. Ну, потому что действительно так. Там зарплаты выше. Это страны, скажем, более высокого с уровнем ВВП и так далее. В данном случае, ну, если так прямо говорить, то это очень скользкий путь. И это, в принципе, прямое нарушение закона. По закону, лицо, получившее ВНЖ здесь, имеющее, например, частного предпринимателя или компанию. Частный предприниматель или компания может предоставлять услуги другим физлицам по всему миру. В частности, на территории ЕС. В некоторых случаях для этого нужно уже иметь свидетельство плательщика НДС. Но, в принципе, например, если это программист и он работает с заказчиками по всему миру, но находится физически он в Словакии, вообще никаких проблем. Поэтому здесь, в Словакии, очень много программистов. Очень много. Идеальная экология, идеальное месторасположение. Пару часов до любой столицы Европы. Пешком в Австрию можно сходить и так далее. То есть, идеальное место для жизни. Недорого по отношению, например, с Германией или еще где-то. Поэтому программистам здесь просто рай. Например, если работа подразумевает, что нужно поехать физически предоставить услугу или быть, скажем так, исполнителю физически в другой стране. Например, есть строительная компания, которая предоставляет услуги, стройку делает, но заказ в Германии. Соответственно, в таком случае, по закону, предприниматель может поехать в другую страну на предоставление услуг максимум на 3 месяца. То есть, он должен вернуться в Словакию, побыть здесь опять же 6 месяцев и потом опять предоставлять, ну может опять уехать на 3 месяца. А так, чтобы получить вид на жительство здесь, а постоянно находиться в другой стране, к сожалению, так не будет. И полицайский справедливо задаст вопрос на продлении, зачем вам вид на жительство в Словакии, если вы работаете и живете, например, в Германии. Вот, поэтому, пожалуйста, езжайте в Германию, получайте там вид на жительство и работайте без проблем. А в Словакии вот так, то есть, или вы здесь находитесь физически, но можете предоставлять услуги по всему миру, товары, не проблема платить налоги здесь. Но в первую очередь задавать себе вопрос, где вы физически живете. Если это в Словакии, вопросов никаких нет. Все. Класс. Диме, смотрите, у меня был еще вопрос по поводу финансовой составляющей налогов, то есть вы, в принципе, ответили уже на этот вопрос заранее. Поэтому, мне кажется, в рамках данного видео мы, наверное, закончим, чтобы не делать его слишком длинным, потому что у меня, в принципе, много еще есть вопросов. Но мы можем уже в рамках следующего видео уже сделать отдельное интервью. Поэтому сейчас, наверное, я с вами попрощаюсь, скажу, что очень интересная с вами была дискуссия. В принципе, я для себя даже много каких-то вещей открыла, потому что раньше, до момента моей эмиграции в Польшу, я этого не знала. Мне всегда казалось, что это что-то очень сложное. Посмотрел какие-то инвестиционные проекты, которые везде рекламируются, получив второй паспорт и так далее. А в итоге, когда ты переходишь по ссылке, начинаешь интересоваться, что тебе нужно вложить 200 тысяч евро в какую-то недвижимость. И тогда ты только получишь возможность путешествия и даже без права на работу. А здесь оказывается, что по факту настолько это просто, что, в принципе, очень здорово. Вот, например, меня бы это заинтересовало. Вот несколько лет назад, если бы я была клиентом, который с искателем вида на жительство, меня бы очень заинтересовала эта информация. Очень жаль, что в тот период я не нашла. Я выбрала немножко более сложный способ эмиграции. Но, тем не менее, тоже его осуществила. Я вам тоже очень благодарен за предложение, за это видео. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, которые соберутся, например, у вас в комментариях. И встречное предложение. Мы можем записать такую серию видео. И в каждом видео поднять какую-то конкретную тему. Например, там разница между Словакией и, в данном случае, Польшей по получению документов вида на жительство. Например, какие перспективы в Польше или Словакии. Например, видео отдельно там по ценам на продукты, на недвижимость и так далее. То есть, моим подписчикам это будет 100% интересно. Потому что мы записывали уже такие видео, но только о Словакии. А здесь будет сравнение двух или даже больше стран. И уверен, что вашим подписчикам тоже это будет очень интересно. Так что, пожалуйста, давайте договариваться. И будем обмениваться информацией. Я всегда за. Окей, ну тогда будем ждать вопросов наших подписчиков. На этом, наверное, тогда мы прощаемся. Вот, с вами можем еще оставаться на связи. Обсудить некоторые моменты. Всем людям, которые смотрят это видео, всем желаю здоровья в первую очередь. Чтобы у вас все было хорошо. Оставаться в такой ситуации скоро все будет отлично. И все мы сможем путешествовать, смотреть мир. Переезжать в другие страны. Так что, осталось подождать еще совсем немножко. Всем хорошего дня. Всем до свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok